Что может омрачить летний отдых? Конечно, есть ядовитые растения, которые могут вызвать отравление и даже в некоторых случаях смерть при употреблении. Например, волчья лыка или даже ландыш майский, плоды которого могут влиять на работу сердца вплоть до остановки. Можно ли заболеть летом? Что же такое страх на самом деле? Как проблема, они неадекватные. Есть страхи, как нормальная реакция. Но все-таки еще и третье направление. Страхи, как отсутствие эмоциональной чувствительности, наличие эмоциональной тупости и так далее. Еще третье направление. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Виктория Боярюцева. В зале попечительского совета состоялось заседание ученого совета Казанского федерального университета. Провел мероприятие ректор КФУ Ленар Сафин. Традиционно начали с вручения наград работникам и обучающимся Казанского федерального университета. После перешли к шести блокам обсуждения, среди которых выборы заведующих кафедрами, конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, представление к присвоению ученых званий, увековечение памяти знаменитых людей и выдающихся исторических событий в Казанском федеральном университете, выдача дипломов докторам наук и кандидатам наук в Казанском федеральном университете. С приходом лета начинается сезон тепла. Жители городов стараются выбраться на природу и отдохнуть от трудовой недели. Несмотря на то, каким веселым и радостным может показаться отдых за городом, везде есть свои подводные камни – опасные растения, у которых наступил сезон цветения. О том, какие виды флоры нужно избегать и как оказать первую помощь при экстренных случаях, расскажем в следующем сюжете. Лето – теплая пора и отличная возможность съездить на природу, пожарить шашлыки и просто хорошо провести время. Но не стоит забывать об опасностях, которые скрыты в лесной глуши – растения. Самые бойкие из них могут вызывать проблемы со здоровьем, вплоть до летального исхода. В первую очередь, на территории Татарстана враждебно к людям настроены даже майские ландыши. Поскольку цветок занесен в Красную книгу, многие любители заработать собирают букеты красивых, на первый взгляд, цветов и продают. Однако, принеся эту красоту домой, вы рискуете нанести серьезный вред своему здоровью. Потрогав стебель одного из них, можно получить сильную дозу опасных веществ гликозидов, которые могут привести к остановке сердца. Поэтому, если вы собираете букеты ландыши или сажаете их у себя в саду, нужно быть очень осторожными. Через кожу гликозиды не проникают, но нужно обязательно мыть руки после общения с ландышами. Также ни в коем случае нельзя употреблять в пищу плоды этого цветка. Сами по себе они красивые, блестящие, ярко-красного цвета и выглядят очень аппетитно. Но достаточно одной-двух ягод, чтобы начались проблемы с сердцем. А если будет съедено большее количество, то не исключен и летальный исход. Конечно, есть ядовитые растения, которые могут вызвать отравление и даже в некоторых случаях смерть при употреблении. Например, волчья лыка или даже ландыш майский, плоды которого могут влиять на работу сердца вплоть до остановки. Также не стоит забывать про растения, стимулирующие у большинства людей приступы аллергии. В частности, это элементы фауны, родиной которых не является Россия. Растение семейства амброзии является находкой для аллергиков в самом негативном смысле слова. Заведен этот вид был из Северной Америки, однако вредителей ее в нашей полосе нет. Следовательно, она начала распространяться в очень быстром темпе, вытесняя с собой другие культуры. И захватывая огороды и сады, превратившись в очень надоедливый сорняк. Даже неспелые семена амброзии, в отличие от большинства семян, способные прорасти и дать жизнь новому растению, сохраняют схожесть семена амброзии в почве до 50 лет. Каждое растение дает путевку в жизнь 40, а то и 50 тысячам семян, подобно борщевику. Поэтому затягивать с истреблением этого злостного сорняка не стоит. Период ее цветения приходится на август или сентябрь. Люди едут в бархатный сезон на море поправить здоровье, а привозят оттуда аллергию. Врачами амброзии присвоена максимальная степень аллергенности. Это значит, что она способна вызвать лихорадку даже у людей, в принципе не считающих себя аллергиками. Тем не менее, в отличие от борщевика, амброзия поддается истреблению и не обладает такой устойчивостью к вырубке. И есть растения, которые очень сильными аллергенами являются. Их, правда, в Татарстане практически еще нет. Но это тоже растения инвазионные, чужеродные, родом из Северной Америки. В первую очередь это виды из рода амброзия. У нас три вида в среднем поболжье сейчас активно распространяются. Это амброзия трехраздельная, амброзия полоневидная и амброзия голоколосковая. У них пыльца достаточно сильным аллергеном являются. И для многих людей это представляет большую опасность. Несмотря на витающую в воздухе опасность, загонять себя в рамки и не выходить из дома в летнюю пару не стоит. Нужно просто быть осторожным при общении с любыми растениями. И всегда в голове считать их потенциально опасными. Это поможет сэкономить время и не даст причинить вред своему здоровью даже неосознанно. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюс. Лето – долгожданное время, в которое можно не только вдоволь нагуляться и отдохнуть, но и получить массу новых впечатлений. Но врачи не рекомендуют расслабляться. Летом инфекции протекают порой гораздо тяжелее по сравнению с ОРВИ и требуют длительного лечения. Обезопасить себя от подобных заболеваний можно только зная их причину и способы профилактики от заражения. Бытует мнение, что солнце, воздух и вода наилучшим образом защищают организм человека от различных инфекций и заболеваний. Пришло время развеять этот миф. На самом деле всевозможные вирусы и бактерии очень комфортно чувствуют себя в тепле. Более того, им на руку жара. Основными провокаторами этих малоприятных недомоганий являются кишечные инфекции. В группе риска люди со слабым иммунитетом и страдающие хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Источник большинства летних неприятностей – это грязные руки. Собственными руками мы можем доставить в свой организм болезнетворные бактерии и вирусы. Они отлично приживаются на ручках тележек супермаркетов, телефонных трубках, поручных в транспорте, денежных купюрах и, конечно, на клавиатуре компьютера. Некоторые из них могут передаваться воздушно-капельным путем. Помимо так называемой повсеместной грязи, бояться стоит и несвежих, испорченных продуктов. Шашлыки и другие излюбленные мясные блюда также могут стать причиной кишечных инфекций. Эксперты не советуют покупать продукты у непроверенных лиц и в местах уличной торговли. Приобретая на обочине автострада молоко, мясо, рыбу, морепродукты и даже овощи и фрукты, вы рискуете вместе с товаром закупить дизентерийную палочку. Уберечь себя – значит внимательно отнестись к выбору продуктов и после тщательно промыть. Фрукты и овощи необходимо тщательно мыть под проточной водой и ополаскивать кипяченой. Урожай собственной дачи исключением не является. Искушение съесть клубничку или укропчик прямо с грядки может обернуться длительным пребыванием в больнице. Если вы заметили хотя бы намек на какой-либо симптом кишечной инфекции, такие как высокая температура, боль в желудке, диарея, слабость, тошнота, рвота, а в некоторых случаях сыпь, резь в глазах, судороги, немедленно обращайтесь за помощью к врачу. Не занимайтесь самолечением. Самостоятельный прием различных препаратов затруднит диагностику лечения заболеваний. Также сезон и летний характер носят заболевания лор-урганов. Это связано с возможными переохлаждениями во время купания в водоемах или употреблением слишком холодных напитков и еды. Купание в непрогретых водоемах не рекомендуется. Особенно этот фактор актуален для детей, которые в разгаре игры могут не почувствовать сигналы организма о переохлаждении. Резкий холод может повлиять на ткани горла и гортани, привести к воспалению. Также длительные поездки в автомобиле с кондиционером и резкие перепады температуры, когда человек из кондиционерного помещения выходит на улицу, где температура воздуха в разы выше. Или наоборот, организм не успевает быстро перестроить работу и испытывает стресс, под воздействием которого может обостриться лор-заболевание. Помимо того, что летом нужно оберегать себя от возможного влияния факторов, провоцирующих заболевания лор-органов и желудочно-кишечного тракта, жаркий сезон – это еще хорошая возможность подготовить свой организм к грядущей смене погоды. Специалисты рекомендуют закаляться, но делать это нужно строго, поэтапно. Начинать стоит с обливания ног прохладной водой. Постепенно температуру воды можно снижать на 1-2 градуса и переходить к обливанию всех ног. При этом стоит ориентироваться на общее самочувствие, а также посещение врача. Обязательно необходимо пройти профилактический осмотр и диспансеризацию, особенно актуально для тех людей, которые имеют хронические заболевания. Знать необходимо и о солнечном ударе, перегреве и кожных инфекциях. При загаре и длительном пребывании на санцепеке рекомендуют использовать специальные средства защиты. Ну а риск подхватить кожные заболевания, особенно высок, именно летом. Чесотка, микроспория и микоз. В рамках профилактики специалисты советуют ходить в шлюпках и сланцах на пляжах, в душевых и раздевалках. Загорать на лежаке или полотенце. Летние болезни можно предотвратить. Главное – заботиться о своем здоровье. Карина Саяхова, Универньюс. Страх и тревожность – это те эмоции, которые преследуют нас на протяжении всей жизни. Но что же стоит за этими чувствами и эмоциями? Как избавиться от вечных переживаний? Ответы на эти и другие вопросы в сюжете Адалина Абдрахмановой. У страха глаза велики. Эту пословицу наверняка слышал каждый россиянин. Страх – естественное чувство человека, которое издавна помогало выживать. Безоружный древний человек-зверя пугался и убегал. Так эта эмоция спасала ему жизнь. С другой стороны, испуг может быть деструктивным, разрушающим здоровье и отношения между людьми. Речь идет о навязчивых страхах, которые человек сам себе придумывает. Обычно такие переживания только мешают и ограничивают. В современном мире у человека нет потребности ежедневно защищать свою жизнь. Однако привычка бояться у людей осталась до сих пор. Панический страх пауков, темноты, грома, полетов на самолете, открытых пространств может доставлять человеку существенные неудобства и оказывать неблагоприятное влияние на различные сферы жизни человека. Проблема, они неадекватные. Есть страхи, как нормальная реакция. Но все-таки еще и третье направление. Страхи, как отсутствие эмоциональной чувствительности, наличие эмоциональной тупости и так далее. Еще третье направление. Что же такое страх? Он состоит из двух основных реакций на воспринимаемую угрозу. Биохимической и эмоциональной. Биохимический процесс протекает в организме без сознательного контроля человека. С помощью него тело готовится либо вступить в бой, либо убежать от опасности. Эта реакция также называется «бей или беги» и является эволюционным способом защиты. Эмоциональная реакция на страх, в отличие от биохимической, достаточно персонализирована. Некоторые люди постоянно ищут адреналин, занимаются экстремальными видами спорта, предпочитают скоростную и опасную езду на автомобиле, смотрят фильмы ужасов. Другие негативно реагируют на чувство беспокойства, избегая подобных ситуаций любой ценой. Страхи надо воспринимать как нормальная психическая саморегуляция. Как фактор, который способствует нашему выживанию. И возникает он потому, что всегда есть тревожность. И когда она доходит до определенного уровня, она называется страхом. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, наиболее распространен среди россиян страх высоты, акрофобия, его назвали 30%. Также распространена дентофобия, боязнь стоматологов, энтомофобия, боязнь насекомых и арахнофобия, боязнь пауков, 18%. Конечно, многие жители до сих пор опасаются возвращения пандемии. Их количество составляет 22%. Страх для меня, наверное, последний год это было, чтобы я хорошо закончил универ, потому что у меня было очень много там долгов и проблем с этой сессией. Меня хотели отчислить несколько раз. И вот для меня это был большой страх. Смерти близких – это для меня самый большой страх смерти в целом. И он меня преследует в процессе моей просто жизни и деятельности. Боюсь одиночества и будущего. Страх испытываю частенько. Больше всего я боюсь подарков и неожиданностей, потому что, когда, например, мне дали подарок, я не знаю, что там внутри, и я не хочу знать. А вдруг, например, я придумаю что-то хорошее, а будет, ну, что-то не очень. Помимо страха в жизни каждого человека встречается такое угнетающее чувство, как тревожность. Это естественная реакция человека. Она может ощущаться в разной степени интенсивности, от неясного беспокойства до сильных телесных симптомов или панических атак, когда возникает ощущение, что вы можете упасть в обморок. Эпизод тревожности всегда проходит, но может вернуться. Паника может быть вызвана рядом нескольких причин. Во-первых, это может быть мысль или чувство, которое заставляет испытывать отрицательные эмоции. Иногда беспокойство может быть связано с высокими требованиями, чувством стыда или вины. Тревожность также может начаться, если вы чувствуете себя обманутым или если вы рискуете потерять что-либо важное для себя. У человека постоянная тревожность, то это может быть связано либо с его, с какими-то психологическими, психическими нарушениями алкоголи, наркомания, лекарственной зависимости. У него сейчас повышена тревожность. То есть всякие невежества надо убирать. Второй фактор – это жизнь, это ситуация. Уйдет ситуация, уйдет страх. И третий фактор – это характер. Человек имеет тревожно-фобический статус. Для того, чтобы снизить уровень страха и тревожности, специалисты советуют, во-первых, найти корень своих переживаний и постараться исключить их из своей жизни. Во-вторых, в критических моментах обращаться к психологу, чтобы изменить свое отношение к источнику беспокойства. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универниус. На этом все. В студии была Виктория Бояринцева. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»